Ребята, всем привет! Эй, здрасте! Да, где-то Серёжка на заднем плане. Короче, мы приехали сейчас за Мосиком. Заберём Мосика и отвезём Сонату на сервисный центр. Нам позвонили. Приехали все детали, которые нужны для подзамену. Ага. Ага. Мы рассказывали, что там? Мы на другом канале рассказывали, да? Да. Только мы не рассказывали, а просто поменяли себе пыльный шрукт. Какая чувствительная машина? Мы поменяли пыльник шруса и... И сделали диагностику, и по диагностике, по мелочи там будем всякое менять. И всё. Просто будут менять нам ходовку. Да. Сказали, Оно-то может ещё так ездить, но если поменять, будет ещё лучше. Поэтому мы едем, сдаём машину и будем всё менять. Правильно? Понимаешь. Да. А ещё... Что ещё? Вот это вот сегодня будем на Мосика. А что ты не подкачал? Лентяйка. Ай-яй-яй-яй, лентяйка. Зато так так... И готово. Ой, положи это сразу сюда. Ой, как у нас место вот классное. Да? Как раз? Ага. Прикольно. Так, всё, тогда выезжаем. Да, да, да. Сейчас прогреешь, выезжаем. И валим. С Богом, да? Всё, ребята, мы уже подъезжаем, уже подъехали. Сейчас отдадим. И на автомойку она открыта. Правильно? Ну, наверное. Посмотрим. А что, Мосика уже наобратно? Да? Я ещё пока не знаю. Ну, короче... Не решился. Сейчас всё надумаем. Всё, мы уже заехали, отдаём и пересаживаемся на Мосика. Так, а что у нас? Право можно? Нема никого. Можно, можно. Всё, Сонату мы отдали. Ещё мы заехали в магазин. Купились домой? Опять. Ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, чтобы скучно не было смотреть фильм. Да. И ещё вчера мы заезжали в магазин, заказали одну мышку к ноутбуку. Ну, да, мы же заказали ноутбук. Скоро приедет ноутбук. И к ноуту же надо мышка. И мы нашли тоже фирмы, той же самой фирмы, что и ноут, мышку, прикольная, интересная такая. Мы её заказали хотя бы просто, чтобы она приехала посмотреть её. И просто её потрогать, посмотреть. Помацать, пощупать. В итоге она нам понравилась, мы её забрали домой и купили. Где стафор? Где? Вот она же, зелёный можно, поехали. Мы её, короче, купили. И сейчас придём домой и покажем вам, какая она, что она умеет. И что она вообще классная. А, прикольная будет. Мне она очень понравилась. Ребята, салют. Где салют? Где? Нема салюта, не пускай, не хотят днём пускать салют. У меня дома есть. Так, короче... Нового года, ещё не запущенный. Снова мы хотели на Новый год, хотели на твой день рождения. На твоё день рождения хотели. На моё день рождения, да. И так и ни разу не запустили. Ну, были на тот Новый год. Помнишь, как у нас один салют три года лежал дома? Да. А потом запустили и классно. Мосик, вон он стоит. Его отсюда даже видно. Да. Он беленький. Ещё в один голос сказали. Что мы накупляли в магазине? Хорошая вещь, акция. Это этот, это мы... Кондиционер для у нас. Кондиционер, да. Стоил... Короче, в половину дешевле. Да. Стоил 40 минут. Взяли за 49, по-моему. Да, 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 да. И это сюда. Причём хорошим бальзамиком. Три в одном. Уже закончилось. Сидя дома, полупивали всё, что только возможно. Ну, честно, лучше пить что-то, чем жрать его постоянно. Да, между прочим, да. Дальше. Сырочек вкусненький, солёненький. Под фильм всегда хочется погрызть. Просто вот погрызть. Ну, понятно. Или орешки, или сыр, или... Либо чего, просто погрызть. Это точно. Блин, я её забрала с собой. Я этого москвич взяла. В москвичах-то у нас нету воды. Сметалка. К зелёному борщику. Встав сначала. Давай грей. Он почти нагретый. Он был нагретый, а потом остыл. Поэтому греем ещё раз. Правильно? Ну, конечно. Вот так. Борщик надо кушать. Да. Сметалка до борщика сразу вставлю сюда. Да, так борщик зелёненький. Видишь, поняли. Который мы готовили. Вкусненький. Вот. Вот такую вот подставочку сегодня ещё нашли. Она реально больше нашей. Наших тех. Сейчас. Опа. Смотри. Видишь? Не толще. Она и толще, и больше. Ну, больше совершенно чуть-чуть. Круто. Ух. Орешки. Тоже под фильм погрызть. Чай у нас уже закончился. Кулёвнику-машинку. Где ты успела? Я же. Это ж железная. Да. Хорошая вещь акции. Она стоила больше 80-7 гривен, а взяла за 39. Лучше бы добавила 20 рублей хот-юс купила. Там не было хот-вилса. Я смотрела. Так, мы же были там, где он продаётся. Дальше семечки беленькие, сырочек. С чаем вот такой вот сыр очень вкусный. Ну и панели, которые завёрнутые. Ну да, которые уже слоями продаётся. Очень вкусно, просто. Чай, да. Кофе там или кофе. Так как всегда твои чаковатки. Можи. Причём две средние, это Тёмико. Ну да. Тёмик тоже любитель. И самая важная вещь, что же сегодня мы приобрели? Ездим в магазин. Та-дам! Та-дам! Вот так вот. Азус Рок Гладиус 2. Оригинал. Оп! Классно, да? Она приехала. Нам пришла смс, когда мы пошли в магазин сегодня. Давай посмотреть на эту мышку. Я её взял в руку. И уже всё. Она появилась. Я сразу скажу, ну вот это чётко, вот это вот как та. Она по ощущениям такая, как у нас это. Вообще классная. И она снизу полностью с RGB-подсветкой. Ну, конечно же. Мы ничего не покупаем без RGB-подсветки. Короче, ребята. Мы помешаны. Оно, кстати, вот видно. Да. Ребята, кто захочет более подробнее узнать про эту мышку, видео будет на основном канале. Мы будем её там делать небольшой обзорчик. Сами хочешь тоже распечатать. Ага. Руки уже и так и чешутся. Но надо сначала покушать, а потом уже заниматься мышкой. Да. Сметаночка! Вкуснятинка! Да, давай быстрее. Я уже хочу мышку проверить. Так, хватит тебе? Чем больше, тем лучше. Во! Ты смотри какой! Чем больше, тем лучше. Тема у бабушки наелся, Тема не голодный. А мы будем борься кушать. Да. Нямку. Тема, приятного аппетита! Пошли! Тема! Мне сказали рассказывать, что я опять сделаю здесь. А не на улице или в комнате. Что ты опять делаешь? Скажи, что ты здесь забыла? Просто реально прикол в чем. Закончили вчера, по-моему, на кухне. И сегодня опять начинаем на кухне. Ужас. Ну а что делать? Кормите на улицу, куда идти? Гулять. Да! Ну а он наморника делает вперед. А знаешь, что самое прикольное в этой ситуации? То, что я реально не знаю, что я делаю. Ты что? Я реально не знаю, что я делаю. Я просто вот хочу жареных грибов. Там у меня есть лаваш, кабачки, щавель. За 8 гривен головка чеснока. Не, много ничего, пожалуйста, не наделай. Хорошо? Это вот это. И лаваш, который круглый. Есть небольшая идея, вариант, но я не знаю, как это правильно сделать. Поэтому я просто буду делать. А, там еще мясо. Только много не наделай, пожалуйста. Ой. Ну, много будет, если сделать это? Типа пиццы что-то пользуются? Ну, что-то наподобие пиццы. А может быть закрытые какие-то? Там делают, наверное, уже как всегда. Лаваш какой-то. Фу, это. Ну, ты поняла. Саурму делай и все. Не, я хочу и кабачки туда. Что это? Мясо. Что это? Грибочки. Что это? Я. Что это? Ты. Пойдет так. Ой. Это так надо? Давай, давай, давай. А? Это так надо? Да, я просто не это самое. Мы не купили обычного кетчупа. Это будет домашний. Че? Я только же стояла, пробовала, какой из них острый, какой нет. У меня пожар во рту. Да. Да. Что так серьезно? Да. Я думал, что делать нечего на стол ляпаешь там. Белое не видно. Так. Это вот сюда. Тык. С колбаской будет. А этого самого, этого, этого, этого. Мясо? Да. Мясо. Просто рядышком положим. Можно? Рядышком с колбаской. Ну, хорошо, положи. Раз тебе так хочется, можешь положить рядышком. Хорошо, что вода горячая. Да. Скоро мы достанем наш бойлер. Пародию на бойлер? Да. Пластиковый. Кастрюльку. А мы покупали кастрюльку тоже? Большую нет. Мы ведрышко покупали. А, мы ведро покупали, в котором нельзя купаться, да? Ага. А бабушке мы отдали уже ее кастрюльку, да? Большую, да. А у нас же есть вот такая. Как бы большая, а как бы нет. И я падаю уже. А, и эти самые грибочки со сметанкой тут. Как я сделала, понял, как на жульену? Уил. Уил, уил. Дальше по чуть-чуть капусточки. Там капля грибочков осталась. Так, доклюем, да? Ну, смотрите, тоже по чуть-чуть. Чтобы она закрылась просто. Клювы оденем и будем клевать. И по чуть-чуть сыра. А то реально рядышком просто положу. Эту, эту, мясо. Ребята, вот такая вот получилась. Ой, вот так, вот так. Чемик уже забрал свое. Дело в том, что скрутить не получилось. Зайка, ты это слышишь? Нет. Шонни? Не получилось. Скрутить не получилось. Скотч возьми слегка. Сильно маленькая получается, понял? Сильно мало этого, лаваша. А я его конвертиком сделала. Ага. Да. Так что вот так вот будем кушать. А когда берешь квадратный, там уже его больше лаваша. И больше, лучше получается его скручивать. И получается реально как шаурма. Но вкус не будет отличаться, поэтому чайник закипел. Сейчас буду делать чай. И это несу в комнату. Включаем игру при столу и смотрим. Да? Да. Смочного. Ребята, всем привет. Здрасте. Что значит здрасте? Сегодня надо говорить привет, ура! Ну, что ты стал прямо? Улица. Улица, да? Тепло. Жаркая улица. Сегодня 20 градусов тепла. Хорошо, приятно. И нам позвонили. Зачем нам позвонили? Кто нам позвонил? Тёма позвонил. Тёма позвонил? Нет. Тёма позвонил. Надо доехать до машины. Да, нам, короче, с Hyundai-центра позвонили. Сказали, что надо ехать за машиной. И всё, и мы взяли и поехали. Да. А чё ещё, правильно? Машину забрали. Не успел 2 метра проехать, а я уже понял, в чём тут подвох. В чём дело и как оно стало работать? Конечно. Как оно должно работать? Да, да, отмыли машину, она вроде чистая была, но всё равно, что там ручки трогали. Ой, здрасьте, жук, как это уже лазит. Ручки трогали, колеса снимались, чуть-чуть вымазались, такой вот, короче, освежили чуть машину. И мы только-только поняли, что такое реально на улице плюс 20. И плюс солнышко, это все плюс 30. Капец, жарко. Классно. Классно, я не спорю, что классно. А мы же на пляж поехать можно? На пляж можно, но купаться нельзя. Да, и коврики мы постирали, он лежат. Купаться нельзя, понятно, ещё прохладно. Ну, а так, если честно, уже хочется, да? Да хочется уже давным-давно, как только начался карантин, потому что делать нечем. Да и без карантина хочется. Сейчас, короче, поставим сонатку и поедем. Хотел сказать, я Таня, но не Таня. Купим себе домой набор ножей. И да, купим себе домой. Да, купим себе набор ножей. Мы там это, собирали фишки сейчас, ну, местные знают. Просто акция в магазине есть, это там, типа, за фишечки, там, почти полстоимости сразу же купим. Да, купим, потому как у нас там те ножики такие, конечно. Ну, нормальные, нормальные. Нормальные, но хиленькие. Можно было бы лучше. Ну, вот и будут лучше. И приступаем к омоложению резины. Хоть она и так молодая. Что такое омоложение? Не, ну, все равно смотри, так она очернее смотрится. Ладно, тогда приступаем, наш звук по-другому, к очернению резины. О, это четко подметил. Фу. Сейчас перейдешь на другую сторону, там будет попрохладней. Дождались тепла? Хотели, получили. Ага, хотели, получили. Ух, как оно, блястает. Так, сейчас я отойду в тенечек. А то тут солнышко закрыло. Ну что? Вроде не пропустил. Ух, шокер дыхание. Блин, как она блестит. Ага. А здесь у нас все сохнет, кстати. И эта сторона, которая в этом самом, в Тиньку, тоже высохла. В этом? Да. Это мы просто, оно лежало друг на друге, и я думаю, как же всего сделать, чтобы и то, и то высохло. Ну, прицепили, повесили. Правильно? Конечно, правильно. Котелок-то варит, а еще варит. Все, ребята, мы уже едем с мойки. Ага. Расскажи свои впечатления. Дорожное полотно не передается в машину. Вообще, я не думал, что в машину. Знаешь, вроде сильно, оно колоссально не поменялось. Ну, как здесь, реально, много рычажка, ну, оно, если где-то что-то попортилось, оно, все равно, ты этого не почувствуешь. Слишком мягкая такая подвеска здесь, понимаете? Да. Но я это чувствую. Как водитель, я уже не первый день на ней езжу, как бы. Правильно. Я ее чувствую, реально, стало просто шикарно. Колеса кататься, не чувствуешь, что они не катятся, да? Вообще ничего не передается, что? А знаешь, что мне нравится? Твоя реакция? Да. Хороша кататься, ты доволен, да? Да, вот это вот самая лучшая реакция. Нет, не когда кто-то, а когда любимый человек доволен. Вот это вот хорошо. Тем более, когда, знаешь, сейчас рассказываешь, это, ну, уже не поймешь. Это же надо вот именно чувствовать такое всякое. То есть, это просто ты расскажешь эмоции свои. Ну, все. Значит, хватит рассказывать, чувствуй. А мы едем сейчас, поставим мосика в гараж, вытянем, поставим в гараж все то, что нам поменяли. И как раз уже там я... А, она все в багажнике лежит. Да. И как раз там уже я все прочитаю по прайс-листу. Нет, что нам сделали? Будем ехать прочитаем. Ну, или будем ехать, потому что потом. Да. Расскажешь просто, что поменяли, сколько стоит. Ну, и все. Всякое такое. Да. Все, едем. Так, открывай. Вот весь боекомплект. Сейчас фильмим, покажем. Сейчас в машину. Ну, конечно. Сейчас запихнем москвичика. Ой, я в ту сторону кручу. Умничка. Давай. Вид чиняй. О, надпись. Хорошая надпись. Даже. Надпись хорошая. Здоровая. Ну что, потеплело в гараже? Довольно-таки прохладненько, но теплее. О, да. А то была сырость постоянная, да? Потеплело в гараже. Сейчас мы сюда еще воздуха теплого запустим. Классно. Наконец-то. Все. Держи, я поехал. А подойди, пускай проветрится. А ну, проветрится. А я думала, ты на паузу поставил. Я думала, ты на паузу поставил. Зачем? Не знаю, наверное, за шкафом за каким-то. Наталья. Чтобы не было. Снимаю. Да. Да. Наталья. выходи борт компьютера выключен так она подожди я сейчас еще проверю точно все тут позабирала машине дает так что давай так снимай нормально снимешь давай умничка да да просто сказали вспоминай вспоминай как все делать нам не только не захлопни вот так пускай ключи лежит все страшно идем коробку давай и да ой смотри она вымазалась молодец прикольно наехал на камушек ему по ходовой бахнула черкнул сапками да или всем не видя не обрели так это это был пыльник мы вам показывали это упора 1 2 какие-то подшипники вот все соленблоки рычаг один а вот рычаг вот этот поменяли потому как смотрите опа вот болт как срезали но он внутри он есть внутри и он вымазался уже смотри это вот куски от него да срезали короче болт не могли открутить вот раз-два кали грели там 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 ну в общем вот такой вот комплекте к нам поменяли ну плюс развосхождение плюс такие настройки какой там на это на нем плюшишь вот это вот эти штучки вы поняли от чего это перебирали нам этот рейку короче вот так вот и есть я занесем это все гараж надеюсь коробка нет надеюсь не вывалится такой мир мелочь да вроде накидали все живы романтика пускай живет так это хайна тут лежит аккуратненько проехал но и муж бахнул это аккуратненько проехал ключ от москвича у тебя машине до ключи дорожал тебя все самое основное есть поедем ножики тебе купим домой да нам нам дарить так мы с ним не дарим друг другу мы же их покупаем чуть-чуть пошли намордники одеты и мы сейчас этот ой телефон надо забрать и мы сейчас идем как я тебе скажу страховка паспорт взяла это взяла это взяла это взяла сделаем страховочку новую все страховку сделали быстро мы до раз два и готова особенно когда на камере это одна секунда да вышли зашли все и готова теперь едем в магазин да были мы в новой линии там уже больше всего открыто шикалки купили пока они есть и пока есть акции вот так вот дальше вот наш новый набор ножичков теме q hot wheels наконец-то и там еще куча все все показала теперь мы едем за темиком домой и оставить кушать эту кушать как-то хочется но чисто для этого самого для всеобщего обозрения до или как сказать сколько машин но обычно же люди откуда столько машин нашего города где не взялись это реально это просто самый обычный день улице тепло вот сегодня нереально много их и людей и машин вот видно сколько их едет вот же обычный день мы домой текаем от этого всего подальше мы уже почти дома и чуть не забыли рассказать наши проделанные работы короче может быть не всем будет понятно так как буду читать украинскими как и на было написано ну читаю украинским давай но я думаю поймут все должны понять втулка стабилизатора две штуки 360 гривен я вам уже сразу то что там будут со скидками совсем уже я буду конечную цену так солен блок 4 штуки 1120 гривен комплект прокладок речных рулевой механизм 700 гривен втулка рулевой рейки 400 гривен солен блок задние цапфы 910 болт развалу 316 солен блок ну там две штуки две штуки солен блок две штуки 500 пыльник рулевой рейки две штуки 220 солен блок передний рычага две штуки 810 солен блок передний нижний две штуки 680 солен блок просто две штуки 670 очистник универсальный пол литра 2 2 штуки 300 гривен мосты ламидные в аэрозоле 0 25 0 5 100 гривен ну половина 0 25 они выпушекали получается расчинок и ржи половина от 300 75 гривен упора амортизатора две штуки 1250 фиксатор резьбы 100 силикон черный 35 хомут шруса 90 вожилия кейса а это рычаг про сам правильно 500 болт 100 замена сален блоки сален блоки сален блоків 940 а тут уже пишется в часах работы 2 и 6 часов работы 940 замена сален блоки в передних нижних вожили в 3 часа 1100 ремонт кормовый рейки 4 часа 1350 Зняття встановления керновой рейки 3 часа 1070, замена оливы полчаса 180, замена саленблока 3 часа задней цапфы 1080, замена саленблоков задних поперечных важелев 880. Регулирование кутов встановления колес 1,3 часа 470, замена втулок стабилизатора заднего полчаса 200 гривен, замена опор амортизатора передних 894 гривен и слюсарно-механические работы 600 гривен. Полтора часа, а там 2,4. Фух, я устала читать. Итого это все нам вылилось 18 тысяч, это уже вместе со скидками, а без скидок 190330. Вот так, 1330 нам сделали скидку. Так что мы можем теперь ездить и расслабаться. Всего наименований 31. Нехило тогда. Круто. Так что все, ездим, радуемся. Так, а вот это вот у нас что? А, это еще это. А, развосхождение, да. Да. А ну тут что-то есть такое, что нельзя показывать. Да не, не, ну какая разница. Все в нормах, все круто, все красиво. А, но там все равно ничего не видно. Да, там синеньким и красненьким там было. И в общем все круто. Все, ребятам. Мы теперь будем счастливы и довольны. Да, ребятам огромнейшее спасибо. Да, спасибо. Сделали хорошо, как мне кажется. В смысле, как мне кажется? Ну я же не шарю. Я просто вижу по твоему выражению, Лиза, что вы все сделали отлично. Ну и все. Так что идем домой. Да, это сейчас прячем сюда. Чисто. Все, вот видите? Вот все, все, все в одном. Да, так что. Все бумажечки хранятся, в котором мы что-то делали с этой машиной. Все, идем домой. Домой кушать, кушать.